Всем привет! Продолжается волна интереса к достаточно топовым однодрайверным динамическим наушникам. Все больше компаний находят какие-то интересные излучатели и представляют свои продукты на их основе. Но сегодня мы поговорим про модель, которую недавно выкатили, анонсировали Cain или Cain. До сих пор нет консенсуса, как правильно их транскрибировать на русский язык. В общем-то, будем, наверное, называть Cain. Ближе к популярному в народе Cain. Назвали они эту модель, дали ей индекс YD1 или же кодовое имя Fantasy. У них еще до этого была модель, по-моему, YB4, арматуры, но я их не обозревал, но не думаю, что человечество много потеряло. Но, к счастью, фантазии попали ко мне на обзор, потому что всегда интересно, когда за дело берется компания вроде Cain, у которых есть свой подход и к звуку, и к дизайну. Причем иногда их подход к дизайну даже идет в ущерб, скажем, не знаю, коммерческому успеху, потому что они стараются делать дизайн, не делать вот такой вот усредненный, обобщенный какой-то там дизайн массовый и выпускают иногда вещи, которые, скажем, выглядят ярко, броско, но, в принципе, находят своих ценителей. То есть посмотреть, например, их старший Player N8 и N62. Ну, кстати, про N62 видели уже новость, да, что они выпускают лимитированную титановую версию и новый аудиомодуль на R2R-чипе. Титановую версию, наверное, я не буду себе брать, а вот аудиомодуль хочу. Надо иметь что-нибудь в хозяйстве с R2R, но с нормальным дизайном и функциональностью. Но вернемся к наушникам. Тут используется, по-моему, 10,2 мм динамический излучатель, диафрагма покрыта бериллием, ну, по крайней мере, скажем, по словам, потому что внутрь никто не заглядывал, а то есть такая мода. Ну, с другой стороны, какая разница? Какая-то сложная магнитная система, акустические камеры, в общем, тюнинговали, добивались звука и так далее. Стоимость составляет 800 долларов, достаточно дорогие наушники, но, скажем, постарались они взамен за эти деньги выдать тоже максимум. И давайте смотреть подробнее на то, что получилось. А анекдот дня сегодня такой. Хочу вам напомнить один очень классный стартап. Весной закапываешь землю картошку, осенью выкапываешь больше картошки, до 300% годовых. Упаковка многоуровневая, интересная, красивый цвет, текстура, какие-то тут полосочки блестящие. Здесь, здесь прорези, через которые видна внутренняя коробка. В общем, многослойно и сложно подошли. Сзади напечатаны всякие технические характеристики. Как всегда, это золотое тиснение не сильно удобно читать. То есть, 108 дБ чувствительности, 37 Ом импеданса. Описали, что входит в комплект. Двухпиновый 0,78 миллиметровый коннектор. В общем, характеристики на уровне. Тут тоже необычная коробка, тоже двухслойная, вернее многослойная. Верхняя часть открывается вот так вот, нижняя так. После этого можно снять вот эту верхнюю панельку и получить доступ к самим наушникам, что достаточно приятно. Не нужно их выковыривать из вот этой вот вставки. Аксессуары разделили на два уровня. На верхнем находится большой набор различных насадок. То есть, как обычно, эти сбалансированные, эти вокальные, эти басовые. Две пары пенных, пары двухфланцевых. В общем, как обычно, сложные размышления на тему того, что вам нужно. Бас, вокал, что-то еще. Надпись на коробке Storage Box, но на самом деле это немного гордоватая надпись, потому что тут для хранения не предлагают не коробочку, а вот такой вот мешочек из мягкого кожзаменителя. И внутри отдельная секция вот такая вот для самих наушников. То есть, сюда наушники, потом сверху кабель и вот так вот закрываем. От каких-то жестоких ударов жизни это не спасет, но, по крайней мере, позволит защитить наушники там от потертости и царапин. На нижнем уровне ожидаемо находится комплектный провод для них в отдельной коробочке. Кстати, очень классно, что даже вот дно этих коробок сделано с текстурой. В общем, по материалам выдержан стиль до конца. И аксессуары. Вот с коробкой аксессуара особенная интрига, потому что вроде бы уже все, что можно было положить в комплекте, мы видели на верхних уровнях. Тут зачем-то пинцет. Не знаю, зачем. Может быть, чтобы крутить и на них их фильтры. Но тут несъемные фильтры. Тут просто незаменяемые фильтры, они съемные, но незаменяемые. Тряпочка, чтобы полировать свою прелесть. И иногда наушники, прищепка и кисточка для чистки. Ну вот честно, кто-нибудь хоть раз что-нибудь этой кисточкой чистил, сомневаюсь. Либо же этот пинцет, чтобы жена, узнав, сколько эти наушники стоят, могла отвести душу, выщипывая вам брови. В общем, инструкция. Как видите, подход к презентации, комплекту, упаковки сделан на максимально крутом уровне. Постарались, как бы, вложить все сюда. Ну и, конечно же, про дизайн. В этот раз Cain сумели добиться интересного эффекта с минимальными затратами. Shell они сделали, по идее, это нержавеющая сталь или полированный алюминий. Ну, по-моему, сталь. Где-то увидел упоминание, но из меня еще тот материаловед. И тут, видите, абсолютно простая идея. Такой вот треугольник на фейсплейте. Кстати, защитная пленочка. Вот ее надо снять. Треугольник на фейсплейте, просто вот без каких-то там раскрашенных художниками вручную фейсплейтов, без сложных узоров. Простой треугольник, вписанный вот в эту вот форму. И за счет граней, скосов и вот этого вот блеска он создает классный, ни на что не похожий эффект. Наушники выглядят стильно, но при этом не выглядит там как-то слишком броско или аляповато. И, в общем-то, что тут отдельно хорошо, это то, что они все украшения, всю красоту оставили на внешней стороне наушника, потому что внутренняя сторона абсолютно классическая, без каких-либо острых углов. Все очень сглаженное. За счет этого достигается очень комфортная посадка, удобная. Ну, понятно, за исключением тех случаев, когда на улице там минус 30 градусов, тогда, конечно, металлический шелл доставит ряд проблем. Два компенсационных отверстия, одно тут, второе здесь. И, видите, достаточно длинный звуковод, отходящий под углом, поэтому звукоизоляция даже чуть больше среднего. Поэтому, в принципе, когда на улице шумно, они со своей задачей справляются хорошо. Эта часть сделана съемной. Я не знаю, кстати, зачем на самом деле, потому что каких-то сменных фильтров в комплекте нет. Может быть, это для удобства чистки или чего-то такого. Им подозреваю, что именно это нужно крутить пинцетом. Но это на самом деле не точно, потому что до конца этот момент не ясен. Может быть, они потом еще какие-нибудь сменные фильтры предложат. Будет очень забавно. Так, резьба очень мелкая, поэтому нужно попадать. Вот, тут резиновое колечко уплотнительное, поэтому держится хорошо. Насадки тоже держатся надежно. Главное, ее поглубже натянуть. То есть, тут на этот длинный звуковод она налазит достаточно далеко. Носятся комфортно, собраны отлично, сделаны красиво. Провод тут сменный. Используется вот такой вот коннектор. Почти что стандартный двухфиновый. Немного утопленными финами и чуть-чуть выступающим сокетом. Но тут это сделано немного. Так, видите, тут цветные точки маркируют каналы. То есть, синяя это левая. На наушнике точка и на коннекторе. Поэтому левый идет к левому. Достаточно тугие. Разъемы держатся хорошо. Правый к правому. Главное попасть. Так вот. Хорошо, что не стали использовать ММСХ. Штатный провод тоже очень хороший. Есть заушина, разумеется. Без этого никуда. Без проволоки. С эффектом памяти. К сожалению, это стало не модно. Используют какой-то хороший гибридный проводник. С 6n частотой меди и посеребренной медью. Выглядит красиво. Такой вот. Чуть-чуть мягче среднего. Не супер мягкий. Но немножко мягче среднего. Микрофонный эффект выражен слабо. И он хорошо гасится этими заушинами. Поэтому с ношением проблем не возникает. Мало склонен к твердению на морозе. И в принципе достаточно красивый провод. Такой вот разветвитель. Многогранный металлический. С ползунком. И после разветвителя он идет вот такой вот спиралью свитой до самого штекера. Тут вот штекер сделан в том же дизайне, что и разветвитель. Не стали тут изобретать какие-то системы сменных коннекторов. Просто использовали обычный 3,5 мм. Скажем так. Если верить в теории заговоров, то Кейн просто решили нажиться на бедных аудиофилах, продавая им сменные провода. Но по факту просто большого смысла обязательно тыкать все в балансный выход нет. Один из секретов, которых мало кто знает. И видите, вот эта часть, то есть разветвитель, штекер, сами наушники сделаны в одном стиле. И вот эти вот сверкающие полированные грани выглядят очень красиво. Собирают, конечно, отпечатки пальцев. Фотографировать их мне будет достаточно сложно. Но в данном случае в дизайне Кейн думали не про меня с фотографиями, а про пользователя. В повседневном ношении отпечатки пальцев не так заметны, поэтому они мешаться не будут. В общем, красиво, эффектно, стильно и хоть и минималистично. В общем, все вот эти вот экстерьерные части, все внешние составляющие дизайна сделаны очень здорово. Ну и, конечно же, поговорим о звуке. Прогревало их на протяжении 40 часов и где-то первых часов 20 они звук меняли. Поэтому, если вы их решите купить, то можете потратить сутки на их прогрев. Но, с другой стороны, можете не тратить, можете сразу начинать их слушать. Ничего страшного не случится, уши у вас явно не отпадут. Больше времени нужно потратить на подбор... Ну, окей, не больше, а более важным аспектом является подбор насадок. Потому что они немного меняют звук. И я остановился на средних басовитых насадках. В принципе, эта модель не сильно акцентирующая низкие частоты. Поэтому поступаться дополнительным небольшим акцентом на бас, которые дают насадки этой модели, я решил... Решил я этого не делать, в общем. Ну и возьмем плеер для приведения примеров. Я, собственно, решил в этот раз пойти по мейнстримному. Ну и Каин к Каину. Вот, понятно, что зная компанию Каин, они не стали делать стандартный свой подход. Ну, не так, неправильно выразился. Они не стали использовать какой-то стандартный подход к звуку. То есть, они не стали делать какие-то там нейтральные сухие мониторы. И они не стали делать там какую-то классическую типовую V-шку там или Хармановскую кривую. В общем, что-то из такого вот мейнстрима. Они сделали интересную подачу. Они сделали наушники, ну, относительно нейтральными. В общем, и они придали им фокус на техничности, на мелких нюансах. То есть, эти наушники фокусируют всякие мелкие деталечки, пытаясь, скажем, составить музыку звучать более увлекательно, чем она есть в реальной жизни. И, в общем-то, спойлер, им это во многом удается. При этом, они не пытаются прямо совсем мусор вытянуть. То есть, очень грамотно подобрана вот эта вот окрашенность тут. Ну, пожалуй, сначала пройдемся по порядку обо всем. Низкие частоты тут немного акцентированы, но этот акцент очень небольшой. То есть, это, скажем, не басхедные наушники и близко. Но при этом их и не назвать, скажем, такими, у которых там бас вровень с средними частотами или чем-то таким. В общем, они выбрали именно то количество низких частот, которое, ну, по крайней мере, на мой слух, звучит очень правильно и при этом не перебарщивает с этим. А если добавить к этому, что динамик тут реально быстрый, но при этом не сухощавый, получается как бы хорошее очень разрешение, прекрасная передача текстур. И здорово они отыгрывают вот эти вот все мелкие нюансы, которые очень любят аудиофилы и которыми очень любят насыщать аудиофильские записи. Так что, в общем, для всяких там духовых, деревянных и прочих низкочастотных инструментов они звучат подчеркнуто эффектно. При этом глубина низких частот тут тоже очень неплохая, почти на максимум уходит. И при этом они очень упругие, очень плотные и за счет этого, скажем, с электронной музыкой они мне тоже нравятся. Наверное, для тех, у кого электронная музыка составляет большую часть их медиабиблиотеки, возможно, им понравится больший акцент на низких частотах. Мне же он не нужен, поэтому для меня по низким частотам количественно тут очень здорово. В общем, это, ну, это все всегда субъективно, в общем-то, но любой обзор наушников, он всегда субъективен. Ну и плюс электронной музыки у меня все-таки не большинству в библиотеке. И, скажем, я предпочитаю считать, что те виды электронной музыки, за редкими исключениями, которые я слушаю, они все-таки относятся к более интеллектуальным стилям, где нужно не просто доминирование низких частот, а, скажем, такое более изысканное зрелище. Вернее, не зрелище, а слушалище. Хорошее слово, надо записать. И, в общем-то, первый пример. Пойдем по-другому, а то не хочет он перескакивать из конца в начало. Первый пример это Кейси Абрамс, Put a Spell on You, прекрасный альбом. Трек называется Never New, и, в общем-то, вы уже понимаете, почему он здесь. Если вы не понимаете, то вот этот контрабас на обложке должен натолкнуть на мысли. Я прикинул, что нельзя же всегда музыку нуду использовать в качестве примера, поэтому в данном случае за все будет отдуваться Кейси Абрамс. Ну и, в общем, контрабас тут звучит прямо как, не знаю, там, как экстракт из трех контрабасов, объединенных в одном. Так именно, подчеркнуто эффектно, но при этом натурально, скажем, ну, как сказать, наверное, не 100% натурально, а, скажем, с небольшим таким разгоном контрабасистости, но при этом не теряя, скажем, границ в этом плане. Поэтому, скажем, вообще, Кайн считают, что музыка должна быть не скучной, и я думаю, что многие с ними согласятся. Хотя, с другой стороны, в принципе, зачем слушать скучную музыку? Ну, это вечный спор между вкусовой и мониторной подачей. Тут каждый выбирает что-то свое. Кайн сделали свою ставку и, в общем-то, сыграли на этом очень здорово. И в качестве второго примера, в общем, записываю я этот трек в субботу, когда, в смысле, не трек, а видео в субботу, когда проходит финал Евровидения. Выйдет он где-то позже, наверное, я думаю, что или, наверное, в понедельник, нет. Скорее всего, в среду следующей недели, но посмотрим, как пойдет по планам. Ну, скажем, будет интересно, как в момент выхода сравнить ожидания и реальность. И Украину на этом конкурсе представляет прекрасный коллектив Go A. Я, в целом, не суперфанат электронной музыки, но добавьте к этому немного украинского фолка и, в общем-то, все, я продан. Это мой жанр и мой стиль мне очень нравится. И, собственно, один из главных столпов этого жанра проект Onuka с треком Widlik. В общем, мощный бас, который эти наушники неплохо очень отыгрывают, несмотря на то, что акцент на низких частотах тут не самый большой. Мощный бас, который строит основу, но при этом тут много всяких сэмплов, инструментов, вокала, всего-всего-всего. И, в общем, фэнтези, фантазия, и это все тоже очень здорово отыгрывает. В общем-то, даже если вы не любите электронную музыку, посмотрите несколько клипов, рекомендую. Там очень интересно даже с точки зрения зрелища. Костюмы, съемка, продакшн, прямо очень красиво сделано. Средние частоты, как бы это правильно выразить, они не то чтобы акцентированы, потому что акцент подразумевает как бы подъем на АЧХ, а тут его нету. Все-таки наушники по АЧХ немножко ближе к классической Вэшке, но не звучат как классическая Вэшка на самом деле и близко. А, скажем, средние частоты, они как бы, как сказать, не выпечены, а вот в них вкладывается такая немного дополнительная энергия, и они звучат натурально, естественно. Наушники, кстати, что нетипично для Каин, не пытаются форсировать эмоции и макродинамику. Может быть, они рассчитывали на то, что это будет делать плеер, и, в общем-то, спойлер, получается очень хорошая синергия. Если у вас есть плеер от Каин и вам нравится их звук, то наушники могут его хорошо дополнить. Так вот, середина не пытается форсировать макродинамику и эмоции, а немного делает такой вот акцент в сторону даже не то чтобы микроконтраста, а в сторону именно вот всяких мелких нюансов и деталек. Но при этом не заходит так далеко, чтобы вытягивать всякий грязь и мусор. Но все равно к качеству записи они достаточно критичны, потому что веса не добавляют, и поэтому в плане веса и эмоций все должно быть хорошо на треке в самом уже в записи. Ну, с другой стороны, в принципе, покупать 800-долларовые наушники и слушать с ними что-то плохо записанное, ну, это средненькая идея. При этом на хороших треках, естественно, прекрасное насыщение вокала, инструментов, и звучит это все очень красиво, объемно, немного приподнятая верхняя середина, чтобы добавить вот этой вот ясности и прозрачности, и большая-большая воображаемая сцена. Может быть, не дотягивает чуть-чуть до флагманов, но, в общем, больше практически всего, что я слышал. Так что в плане объема с ними в этом сегменте может посоревноваться только одна-другая моделька, про которую чуть-чуть позже поговорим в сравнениях. Так, что еще про середину тут сказать? При этом они местами напоминают арматуры, но все-таки звучат с более правильным распределением веса. И в качестве первого примера, как раз, да, сказал, что нужно что-то хорошо записанное, но Opis River это как раз не прям что-то хорошо записанное. Не то чтобы ужасно, но, скажем так, немножко грязновато, и я думаю, что это было сделано специально, Opis решили сделать такой омаш к классическим прог-роковым группам, из творчества которых они черпали свое вдохновение. Но Track River это все равно красиво, это интересно и музыкально, и с точки зрения композиционности. Красивые гитары, вокал. В общем, тот случай, когда, в общем-то, ты слышишь несовершенство записи, но, скажем, убиваешь себе аудиофила, это всегда нужно делать. Рекомендую очень. Встал с утра и два раза убил себе аудиофила. Два раза по три подхода. Так вот, в общем-то, просто фокусируешься на красоте музыки, и его вполне приятно слушать, а эти наушники это отыгрывают здорово. Ну, второй трек я, естественно, выбрал из числа шикарно записанных, и, в общем-то, это один из эталонов музыки, в принципе. Это Miles Davis' Kind of Blue. Прекрасная вещь, скажем, да, человек, наверное, не может считаться интеллигентом, не слышав этот альбом, поэтому... Ладно, не надо писать дневные комменты, я иногда немного преувеличиваю, но неважно. Шикарнейшая работа и трек All Blues. Я думаю, что многие очень слышали там классное вступление, быстрые клавиши, перкуссия и потом гит труба. В общем-то, все это требует хорошего разрешения, но при этом не сухой подачи, потому что вот такие сухие арматуры, сухие мониторы звучат, превращают этот трек, он теряет целостность. А вот с этими наушниками, вот в чем достоинство именно Динам, он по-прежнему звучит целостно, хотя и все инструменты отыгрываются хорошо. И верхние частоты, они слегка акцентированы, даже, может быть, чуть больше, чем слегка, но, скажем, далеко от моего предела комфорта, но если вы чувствительны к ВЧ, то, наверное, вам стоит эту модельку послушать, она явно не пытается верхние частоты маскировать. Ну и в ВЧ получились очень хорошими, техничными, динамик очень похож местами на арматуру, но с более правильной отработкой атака затуханий, с хорошим очень разрешением, протяженность больше среднего и есть нормальная, не идеальная, но нормальная слоистость. Да, вот кому наушники со слоистостью налетай, подешевело. На самом деле, нихрена не подешевело. И прекрасным насыщением обертонами, что дает вот эти всякие затухания, мелкие нюансы, шикарную передачу тембрально насыщенных инструментов. В общем, эти наушники действительно тут себя хорошо показывают. И в качестве первого примера, King Crimson Pictures of a City записано в те времена, когда к качеству записи рок-музыканты подходили более тщательно. Может быть, не идеально, но заметно лучше. Тут как бы гитары уходят в область верхних частот, перкуссии много всякой, ну и, в общем-то, эти наушники это все хорошо отыгрывают. И второй пример тоже, скажем, не прямо. Такой какой-то эталон верхних частот, но очень классно. Не эталон в плане тут не делается большого акцента на ВЧ, но много чего попадает. Это вардруновская райда, наверное. Не знаю, как правильно читается название рун. В общем, тут и вокал мужской, насыщенный обертонами, местами так уходит хорошо вверх по частотному диапазону. И тоже всякая перкуссия есть, и масса вот этих народных инструментов, которые они используют. Все это, в общем-то, тоже задает сложную задачу верхним частотам, и благодаря наличию нормальной слоистости оно все отыгрывается тут. Так, по источникам, в первую очередь, конечно же, Каин делали их с расчетом на свои плееры, и N3 Pro это где-то, наверное, минимальный уровень для них, условно. А N6-2 оптимальный, ну а N8 там светлый идеал. Но понятно, что использовать их можно и с не только Каиновскими плеерами, но по ним надо понимать, что сегмент как минимум средний, а лучше даже чуть выше, где-то до начала верхнего. Отдельно, кстати, отмечу сочетание, скажем, с ASTEL-овским звуком. Оно получается очень красивым. Особенно, если вы любите середину, то вот SA700, как у ASTEL-а один из эталонов серединистого звучания, с ними сочетается эффектно. Но это вопрос вкусов и предпочтений. Если говорить о сравнениях, сразу откину всякие гибриды, арматуры, ну, скажем, просто потому что другая подача, все-таки динамик отличается. И начну, наверное, с FIO FD5. Они, кстати, чем-то похожи по подаче, фокусируются на мелких детальках, но, скажем, FIO немножечко поагрессивнее, чуть погрубее, а эти наушники уже делают такой шаг в сторону более благородного. То есть, скажем, там, условно, FIO это выпускник консерватории с отличием, а это уже там через еще дополнительных 10 лет опыта музыкант. Ну, утрирую. Понятно, что эта аналогия не сильно близка к точности, но, в общем, тут чуть более натуральный звук, чуть более благородный такой, более насыщенный. И дальше, уже ближе к этому сегменту, там идут всякие интересные модельки, да, там, Shosi Black Hole. Вот это вот как раз те наушники, которые могут тут соревноваться с ними по воображаемой сцене. У Black Hole она даже больше, но Black Hole они полностью открытые, поэтому сцена такая чуть более размытая, они чуть менее сфокусированы. То есть, они как бы больше строят объемы, но инструменты как бы звучат в большем просторе. Но при этом меньше фокуса на низких частотах, меньше собранности, то есть, как бы края инструментов чуть менее четко очерчены, поэтому, получается, скажем, эти наушники более собранные, более тугие на низких частотах, скажем, то есть, как бы больше так все более, ну, собрано, да. Пытался придумать какой-нибудь синоним или замену, но тут слово собрано, ничего, наверное, другого не придумаешь. Дуну Зен, наверное, одна из тех моделей, с которыми будут их чаще сравнивать, но Зен, они более такие, скажем, как сказать, больше в сторону такого массового тюнинга, у них побольше низких частот, особенно нижней середины, они более такие V-образные, за счет приподнятой нижней середины, они чуть теплее на середине и низких частотах, в общем, так, чуть ближе к классической V-шке, то есть, не то, чтобы они сами по себе, классическая V-шка, но они ближе в ту сторону, то есть, скажем, условно, грубо говоря, это очень грубо, без большой натяжкой, скажем, я бы выбрал Дуну Зен для, там, электронной поп-музыки, то есть, для чего-то, где нужно веселее, скажем, и там, где материал, похоже, записан, а эти наушники тоже очень веселые, на самом деле, но это такое аудиофильское веселье с большим фокусом на мелкие нюансы, то есть, это больше такое, там, для классики, вокала, джаза, таких более изысканных вещей. Хотя, понятно, что я уже говорил, электронную музыку и другое, они тоже играют, но тут, скажем, еще вопрос в переплате, да, там, сколько-то, чуть меньше, чем 200 долларов, тоже надо для себя обдумывать. Ну, и две модели от Kimfire Audio, Lira 2, Lira 2 такие, у них больше басика, они чуть менее техничные, скажем, больше в сторону такого, именно, увлекающего звучания, больше форсируют макродинамику и слегка подчеркивают больше эмоции. Kimfire Audio Atlas, они, кстати, такой блестящестью напоминают эту модельку, хотя в остальном не напоминают. У них больше баса, он более массивный такой, более сабвуферный, и, в принципе, у них звук такой, больше напоминающий, какие-то большие колонки. Но тут, скажем, он чуть потехничнее, на верхних частотах, и, ну, а на середине у них примерно паритет, а по басу тут уже надо выбирать, что вам нужно побольше количества или меньше. В общем, нифига себе, у меня почти 17 минут заняло описание звука этой модели. В общем, знак того, что она хорошо получилась, интересно у Каин. В общем, если вы досюда дослушали, честь вам и хвала, спасибо за внимание, оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Хорошего дня!